22 августа в гимназии номер один состоялся флэш-семинар на тему территория здоровья, спорта, патриотизма. Участниками первого августовского семинара стали руководители общеобразовательных учреждений, преподаватели ОБЖ и физкультуры, руководители военно-патриотических клубов, тренеры Дюш. Также на мероприятии присутствовали заместитель главы администрации по социальной политике Наталья Лапшина и директор управления образования Марина Дерягина. Мы начинаем сегодня неделю образования в городе Кумертал, которая пройдет с сегодняшнего дня и закончится 26 августа. В течение каждого дня у нас будут работать флэш-семинары, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы образования и, соответственно, будут решаться проблемы, и мы обозначим главные задачи на следующий учебный год. Открылась семинар Наталья Михайловна, начав с представления нового министра образования России. По словам Натальи Михайловны, что почти всегда с приходом каждого нового человека вносится что-то новое. Также в своем выступлении Наталья Лапшина озвучила выбранные приоритетные направления развития системы образования в наступающем году. Первое приоритетное направление – это учительство. Это фигура учителя образования должна быть главной, она является главной. И мы должны обратить внимание на роль учительства и на его миссию. Второе – это содержание образования, на что, к сожалению, в последние годы не было обращено внимания. И вот сейчас мы, как и с вами всегда, я надеюсь, знали, делаю еще учился в советское время, что все-таки чему учить – это очень важно. И третье – это воспитание, что тоже для нас очень важно. В последние годы об этом, ну, скажем так, в самом последнее время уже говорят о том, и очень правильно, что обращаются на это внимание. Но если это будет приоритетным направлением, то это будет, безусловно, необходим и актуально сейчас. После общего собрания учителя и руководители предлагали свои варианты по развитию направления. В первом зале была поставлена задача развития кадетского движения в городском округе. По статистике, на 2016 год в городе действует 18 классов с общей численностью 457 человек. Направление в этой сфере растет, и это не может не радовать. Но на этом останавливаться никто не собирается. Наш проект «Кадетство», который в комплексе «Кадетство» включает что? Зональный патриотический центр, систему работы всех кадетских казачьих классов, взаимодействие со всеми структурами через Зональный патриотический центр. Также обратили внимание, что на базе школьной программы открыть класс научной роты – космонавтики и авиации. Это было предложено первой и третьей школе, так как у них существуют классы с уклоном физики и математики. Но есть во всем этом и минусы. Все учебные заведения столкнулись с одной проблемой. Это слабая учебно-материальная и техническая база. Но из этого есть определенный выход – это помощь друг другу. Я очень прошу планировать свои мероприятия на нашей базе. Мы будем в любой момент готовы принять любой военно-патриотический клуб, любые соревнования. Впереди у нас неделя здоровья. Пожалуйста, тренируемся. Весной у нас традиционно к 9 мая идут смотры строя песни. Почему не провести для военно-патриотических клубов соревнования на базе нашей гимназии? То есть мы должны эту полосу использовать, чтобы она не простаивала. Кроме всего этого, было предложено выручать на соревнования к призерам денежное вознаграждение. Это еще одно решение проблемы. Первый день недели образования закончен. Впереди еще предстоит много работы. Все делается для улучшения образования в нашем городе.